Здравствуйте. Здравствуйте. А сколько выдержит камера, которая нас сейчас снимает? Не больше 70 градусов. Ну, минут 20-30. То есть, если бы мы были где-нибудь в Сахаре, нам нужна была бы другая техника? Ну, пластик, возможно, начал бы прилавиться уже потихоньку, да, через время. А вы любите жару? Нет. Абсолютно. Я северный житель. Артур Михайловский, начальник бюро разработки оптических приборов НИИ телевидения. Сфера научных интересов – видеонаблюдение. Артур, вы придумали камеру, которая снимает при температуре плюс 1800. Зачем? Чтобы наблюдать за такими высокотемпературными объектами и особенно действиями. Эта камера позволяет снимать все в режиме онлайн и следить за, к примеру, расплавом металлов, стекольной шехтой, то, из чего делают, собственно, стекло, керамическими сплавами, а также контролировать состояние печи, в которых все это происходит. Это позволяет отследить различные будущие поломки какие-то, потому что, к примеру, в печах пиролиза нефтепрерабатывающих заводов остановка на один час – это один миллион рублей. Поэтому это достаточно важно. Я как раз хотела спросить, почему нельзя это сделать, когда печь не греет? Заглянуть быстренько? Она работает 24 на 7 круглый год и пару раз в год вроде бы ее останавливают на короткое время, чтобы как раз-таки посмотреть состояние. Наша камера позволяет это делать без отключения. Это уже мы добрались, собственно, до одной из самых жиропрочных камер в мире. И, если я не ошибаюсь, это камера Sentinel в США. Она как раз-таки предельно 1800 градусов. Так что нам бы теперь на общий мировой уровень выйти. Почти каждый заказ здесь индивидуальный. В токарно-фрезерных мастерских НИИ телевидения создают детали для видеокамер – морских, космических и промышленных. В том числе кожухи, чехлы из нержавеющей стали. Этажом высшая работа почти ювелирная. 13 стекол и линз на расстоянии нескольких миллиметров друг от друга. Дорогостоящие тепловизионные объективы здесь заменили на обычные фотографические матрицы. Это дает возможность получить полноценный видеоряд. На расстоянии 5 миллиметров от вот этого покровного стекляца находится, собственно, отверстие в камере. И, несмотря на то, что мы сильно ограничены в диаметре, поле зрения никак не зарезается, и мы можем увидеть порядка 55 градусов полезного полезрения. В собранном виде вся конструкция жиростойкой камеры весит порядка 40 килограммов. Кожух, сам объектив и тепловизор. Чтобы внутри камеры не повышалась температура больше 70 градусов, необходима постоянная прокачка воды. То есть одновременно происходит и съемка изображения, а также еще постоянный поток воздуха из отверстия, что позволяет защитить сам объектив от попадания на него, ну, каких-то, какой-то пыли, окаленные. Тестирование прошло в стали плавильных печах при температуре плюс 900. Официальный запас прочности до плюс 1800. Неофициально камера может выдержать и плюс 2500 градусов. Артур, знаете такую детскую игру? Называется «Съедобная, несъедобная». Да. Только у нас она называется «Правда-неправда». Сыграем? Конечно. Правда ли, что больше всего камер установлено в Китае? Скорее всего, да. С учетом количества людей. Правда ли, что самая дорогая камера в мире стоит 2 миллиона долларов? Ну, наверное, которую на Марс отправили. Так что да, возможно, она столько и стоит. Правда ли, что одна панорамная камера заменит 20 обычных? Нет, не получится. Разрешение такого кадра вряд ли будет сильно большим. Качество упадет. Правда ли, что до сих пор в мире есть племена, которые думают, что запись на камеру уничтожает время их жизни? Да, слышала таких вроде в Амазонке обитают. Туда до сих пор никого не пускают, чтобы их не травмировать. Правда ли, что в некоторых отелях могут установить камеру прямо в зеркало, и человек никогда об этом не догадается? Да, есть такое. Как раз таки с помощью нашего объектива можно такое сотворить. Все электронные компоненты дают сбой при температуре ниже 10 градусов. Поэтому даже самые современные мобильные телефоны и камеры выключаются на морозе. Неприспособлена техника и к жаре сдаётся при плюс 60. Если условия эксплуатации превышают эти показатели, чувствительную электронику помещают в термокожух. Сама камера чем примечательна? За счёт чего вы повышаете вот этот градус её выносливости? Это всё-таки кожух, то есть её оболочка, или сама камера чем-то особенная, в какой-то в ней есть секрет? Да, всё-таки это именно в кожухе дело. Он является жиропрочным, потому что никакое стекло, кроме кварца, не держит температуру больше 1000 градусов. И даже при температурах, допустим, 700 или 800 градусов стекло становится как пластилин. Не держит форму, и, соответственно, всё пропадает. Поэтому сам кожух является жиропрочным. Объектив, который находится внутри и который позволяет снимать картинку, он сам по себе не жиропрочный. Он работает при температурах до 50 градусов, по крайней мере. Какие ещё есть варианты использования этой камеры? Если мы её достанем из печи, куда её можно поместить, допустим, где-то в природе? Это можно использовать? Закинуть её в жерло вулкана, оттуда вести трансляцию? В принципе, конечно, можно попробовать, но, естественно, станет сразу в полный рост проблема обеспечения водой. Одно дело на заводе, где есть вода, воздух сжатый, возможное охлаждение. Другое дело уже для вулкана. Подвести холодную воду к вулкану, ну, есть какая-то проблема. Конечно, можно это сделать с резервуаром каким-то, но, конечно, на время. Рано или поздно она нагреется и будет уже греть камеру, а не охлаждать её. Жаростойкая камера упакована в стальной кожух. Внутрь по системе труб непрерывно подаются холодная вода и воздух из отдельного резервуара. Так температура непосредственно вокруг электроники снижается. В вашем институте телевидения вы разрабатываете совершенно разные камеры для каких-то немыслимых условий и даже сделали камеру, с которой Гагарин летал в космос. В чём её особенность? Камера, с которой летал Гагарин, если не ошибаюсь, называется «Селигер». Тот самый образец, который был в космосе, находится даже в музее НИИ телевидения. Её можно пощупать, потрогать. Её особенность была в том, что, конечно, в то время самая большая проблема – отправить какую-либо массу в космос. Потому что чем больше масса, тем, соответственно, она в 16 раз умножается при самом взлёте. Потому что килограмм веса при отправлении в космос уже является 16 килограммами. Именно на старт и взлёт. Поэтому эта камера достаточно лёгкая. Она достаточно автономная, потому что возможно отключение питания на станции и на самом спутнике, допустим, или в кабине пилота. Ну и плюс, конечно же, она должна быть радиационно-стойкой от космического излучения. То самое, что прошивает корабль и космонавта в том числе, и почему им нельзя находиться в космосе на постоянной основе. В принципе, в наше время подправить камеру в космос, и чтобы она держала радиацию, не проблема. Проблема не, чтобы человек там выдержал дольше. Вы можете вести трансляцию и, наоборот, из глубин можете отправить камеру под воду, причём очень глубоко. За счёт чего там обеспечивается работа? Ну, как и любой электрический прибор, он боится воды. И поэтому основная задача таких глубоководных приборов и камер – это, конечно, обеспечение герметичности. Конечно, если мы говорим о приборах, которые направляются на прямую под воду и контактируют с морской водой непосредственно. Потому что, естественно, задачи наблюдения являются не только подводные и надводные, но и, к примеру, бортовые камеры на кораблях, подлодках, которые наблюдают за людьми, экипажем. Одно из особенностей таких камер очень важны, кстати, особенно в подлодках – это тишина. Тот самый режим радио и охомолчание, потому что любой звук под водой распространяется в разы быстрее и дальше. И поэтому любой такой прибор должен быть очень тихим. Плюс он постоянно в морской воде, она солёная. И поэтому используются различные материалы, которые, скажем так, в обычных приборах редко встретишь. Прессованный титан, к примеру. Различные виды стали жаропрочные, как ни странно, кразионостойкие также. Это позволяет, собственно, прибору находиться под водой достаточно длительное время. Ваши камеры, если опустить под воду, практически сразу отключатся. А если пробудут там целый год, зарастут тиной, солями всяческими и вряд ли подлежат восстановлению. Эти же приборы, конечно же, могут там находиться достаточно долго, несколько лет, ну, до первого ремонта. Жаростойкие камеры используются на стекольных заводах для контроля за качеством плавки. В сфере ЖКХ можно следить за состоянием отопительных котлов. На транспорте они могут быть установлены вблизи двигателей внутреннего сгорания. Вот вы сказали, что вы сейчас занимаетесь ещё радиационной устойчивостью камер. Да, это какое-то отдельное направление? Да, отдельное направление. Вот как раз-таки радиационно-стойкие объективы. На данный момент у меня есть уже несколько патентов на эту тему. Эти оптические системы позволяют наблюдать какое-то время, конечно, напрямую в реакторном зале атомной электростанции. В том месте, конечно, где человек и секунды не протянет, скажем так. Эти оптические системы, в их основе лежат специально сваренные стекла. Эти стекла позволяют выдерживать большие дозы радиации на протяжении гораздо большего времени, чем обычное стекло, которое, к примеру, используется по всех объективах, которые сейчас нас снимают. Оно позволяет наблюдать, к примеру, что было, кстати, большой проблемой. При 1986 году, при ЧАЭС, одна из основных проблем была в том, что объективы под действием радиации темнели. Это основная проблема. Конечно же, выходит из строя и электроника в том числе, но и объективы темнели. И вот из-за этого, собственно, было принято решение разрабатывать такие вещи. На данный момент атомной электростанции в России много, за рубежом тоже. Все мы знаем про то, что наша страна помогает другим, Египту, Турции, постройке этих атомных электростанций. И наблюдение за процессами внутри реактора, там, где уже непозволительная роскошь находиться живому человеку, как раз-таки эти объективы призваны помочь в этом. Артур, вы можете установить камеру в космос, под водой, в атомный реактор, казалось бы, куда угодно. Осталось ли где-то на Земле и вокруг место, откуда вы не сможете вести трансляцию? Или сейчас это уже абсолютно везде возможно? Ну, скорее всего, мы не сможем вести трансляцию просто под землей или где-нибудь у ядра. Там вряд ли. Пока что еще не придумано ни материалов, ни метода выхлаждения, чтобы при трех или четырех тысячах градусах напрямую вести прямую трансляцию, конечно. Также мы не сможем, наверное, вести трансляцию, находясь где-нибудь в короне солнца. Там тоже достаточно большая радиация, тепло, солнечные ветра. На самом деле, во всем остальном, в принципе, это не проблема. Артур, спасибо вам огромное за интересную беседу. Спасибо за приглашение. Я напомню, сегодня наш гость Артур Михайловский, начальник Бюро разработки оптических приборов Института телевидения. Вместе с коллегами он создал камеру, которая может работать при плюс 1800. И это не фантастика.